Привет, друзья! Это новый выпуск нашего B-Sides News Broadcast Hot Culture Show. Вот примерно так можно было бы сказать. Мы записываем этот выпуск впервые в жизни в воскресенье. Страшно хочется спать, но мы по-прежнему здесь, в washing machine на Басковом переулке в Петербурге. Это классный магазин виниловых пластинок. Наши друзья, и спасибо им большое за то, что приютили наши умопомрачительные, не всегда первостепенные, а часто второстепенные новости культуры, но от этого не становящиеся менее важными для нас и, надеюсь, для вас тоже. Итак, поехали! Да, должен начать с того, что у нас сегодня будет розыгрыш небольшой, но про это подробнее я вам расскажу ближе к концу выпуска. А пока суперклассных новостей. В комментах к прошлой серии вы просили меня поделиться с вами этой информацией. Наши друзья, лейбл Rainy Days, которым мы выпускаем шикарный совершенно плейлист «Ход культур в городе. Джазовые музыканты». Посмотрите, эти выпуски, они есть у нас в канале, и мы каждую неделю их обновляем. У нас еще пара релизов впереди. Так вот, они, Rainy Days, попали в финал, ну то есть в номинацию премии Грэмми, их альбом, который они выпустили для Рэйчел Эккарт, это американская исполнительница, в сентябре они выпустили для нее альбом. И вот Рэйчел оказалась Best Contemporary Instrumental Album в номинации. То есть это лучший современный альбом инструментальной музыки. И это супер достижение. Ну, во-первых, мы поздравляем Рэйчел. Во-вторых, мы поздравляем музыкантов, которые принимали участие в записи, а среди них есть те, которые записывали последнюю пластинку Дэвида Боуи. Мы Андрея Красильникова поздравляем отдельно, и как раз выпуски с ним вы можете посмотреть на нашем канале, где он играет в своем джазовом составе и в качестве приглашенного музыканта в разных коллективах. Поздравляем мы и лейбл Rainy Days. Почему это круто? Потому что это маленький, ну, по-настоящему маленький лейбл, независимый из Петербурга. Женя Петрушанского вы видели на фотках. Здесь Женя, организатор этого лейбла, один из его основателей. И в истории Грэмми есть несколько россиян, которые получили эту премию. В основном это музыканты, связанные с классической музыкой. Есть несколько случаев, когда были номинированы россияне на премию, и в основном это классическая музыка или все, что с ней связано. Но, насколько я помню, никогда, послушайте, никогда ни один российский лейбл не попадал в финал премии Грэмми. Получат Rainy Days и Рэйчел Эккорд? Получит ли она свою пластинку, свой граммофон или нет? Уже не так важно, мне кажется. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы получили. Важно, что Rainy Days супермолодцы. Мы их поздравляем, и представить, даже поверить в это сложновато. Просто ребята вот здесь вот ходят, и они, представляете, записали такую пластинку, которая поехала на Грэмми. Класс! Окей. Ну что, давайте продолжим. Здесь у нас тоже новости из-за рубежа. Я, кстати, не сказал, когда будет церемония вручения Грэмми, но она обычно там в конце января происходит. Суд обязал Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов продюсерам сериала «Карточный домик» из-за скандала с сексуальными домогательствами, которые произошли в 2017 году. Поскольку пришлось компании отменить выход сериала, уже запланированный, и повлекло это за собой огромные издержки, вот теперь суд постановил, что Кевин Спейси нарушил условия контракта, когда пренебрег политикой компании в отношении сексуальных домогательств. Это просто фантастическая история. Значит, вы помните, Кевин Спейси был первый, кого обвинили вот тогда, в 2017 году, ну, по крайней мере, первое громкое публичное обвинение. Действительно отменили «Карточный домик», реально зарубили карьеру Кевину Спейси, и он вернулся обратно лишь в 2019 году, когда все обвинения были сняты, потому что оказалось, что ничего не доказано. То есть, реально, ну, суд признал, что Кевин Спейси вроде ни при чем. Ну, наверное, что-то было, а может быть, чего-то не было, мы не знаем, доказать не можем, но, парень, извини, два года ты, значит, ничего, ты не работал, тебя отовсюду уволили, и теперь ты еще и должен заплатить 31 миллион долларов, просто потому что так случилось. Вот такая история. Пожелаем Кевину Спейси удачи. Актер, он, безусловно, очень талантливый, вот так я вам скажу. Помните, я вам рассказывал некоторое время назад про Шотландию балет Щелкунчик? Там были проблемы с расизмом и в образах некоторых персонажей. Теперь государственный балет Берлина временно приостановил показы Щелкунчика из-за неполиткорректных эпизодов, блэкфейсинга и стереотипного изображения персонажей в китайском танце в духе колониальной оптики. То же самое, цитирую я новость, относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Эти вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений, пояснила исполняющая обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристина Теобальд. Вот такая история. И Ковингарден тоже напрягается по поводу Щелкунчика, приостановил показы, потому что понимает, что нужно как-то балет Щелкунчик теперь корректировать. Я уж не знаю, понимают ли шотландцы и шотландские балетоманы, что они просто тренд какой-то начали, связанный с Щелкунчиком по миру, теперь пойдет одно за другим, вот эта волна отмены Щелкунчика. В прошлый раз мы писали «отменить Джоан Роулинг», теперь нужно, видимо, написать «отменить Щелкунчик, заменить все! Хватит эти танцы неполиткорректные, что вы себе позволяете? Боже мой! А там же еще мужчины, они же в лосинах, это же отвратительно! Ну или наоборот, это хорошо! Женщины в пачках, это ужасно! Ребята, куда мы катимся? Это просто какая-то... Ой, как говорит Сергей Минаев, Нина это какая-то. Так. МВД при этом начинает проверку сервиса Netflix за нарушение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Почему это происходит? Потому что пожаловалась некая Ольга Баранец, которая называет себя общественным уполномоченным по правам семьи. Это цитата. Она утверждает, что сервис нарушил правила возрастной маркировки, и фильмы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, идут под маркировкой 16+, а должны 18+. При этом в сообщении РБК говорится, что Netflix проверил подборку фильмов с ЛГБТ сценами, и все они промаркированы по закону 18+. Общественные уполномоченные, вот это Ольга Баранец, у нее есть свой сайт, она говорит, цель тут не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране. Так считает Ольга. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. В общем, опять кого-то обидели. Хотя, честно говоря, я тоже не фанат пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди малолетних. Ну, это неправильно, я с этим совершенно согласен. Но я повторю то, что я говорю из раза в раз. 16+, вы там напишите, 18+, вы там напишите. Надо в консерватории что-то подправлять, а не Netflix маркировать по-другому. Ну, вот это лично мое мнение. Так, ну, давайте перейдем к петербургским новостям и к российским. Тоже Михаил Борисович Петровский рассказал, что проект «Ваш токен» хранится в Эрмитаже. Помните, история с NFT-токенами государственного Эрмитажа? Мы про это сняли большой выпуск, его можно посмотреть. Принес музею 24 миллиона рублей, 5 из которых ушли на налоги в бюджет Санкт-Петербурга. Вообще, тема NFT, конечно, не утихает. На прошлой неделе сообщили о том, что группа LittleBig собирается выпустить коллекцию из 1 тысячи токенов на платформе OpenSea 3 декабря, то есть в конце вот этой недели. Работы создаются совместно с медиахудожником Денисом Давыдовым и агентством Peppermint, который специализируется на продюсировании NFT-токенов. Ну, LittleBig — это, ребята, как бы современные, но есть и настоящие мастера жанра, которые тоже идут в цифровое искусство. Сергей Жуков, группа «Руки вверх» выпускает токены в честь 25-летия группы. Жуков токенизирует права на неизданные трек-группы, а также сертификат, навсегда запрещающий ему исполнять песню «Студент». Сертификат обойдется покупателю в 20 миллионов рублей. То есть вот если вы хотите, чтобы никогда Сергей Жуков больше не пел песню «Студент», 20 миллионов — стартовая цена, и он никогда больше не будет петь эту песню. А представляете, там же ведь много разных треков классных. Там «Ну где же?» вот это «Ручки», «Потому что есть Алешка у тебя» и так далее. Откуда я все это знаю? Нет, вообще немножко, это, конечно, палило то, что я сейчас делаю. И мы все такие тут культурные, я, значит, сижу в магазине виниловых пластинок, рассказываю вам про лейбл «Rainy Days», у меня тут стоит классный альбом «Kings of Convenience». Вот здесь у ребят, например, лежит офигенский совершенно миньон «Star Wars» title theme. Вот, смотрите, какой классный старенький суперский фанковый от Mekko. Очень классный, и я тут цитирую по памяти, причем, песни группы «Руки вверх». Ну ладно, ничего плохого, с другой стороны, в этом нет, с кем не бывает. Что? «Little Big», как я только что выяснил, тоже есть здесь, на виниле. Где-то там, да? «Bascov 23», если вы хотите получить винил «Little Big», заходите, можно его купить здесь в «Ошень машин». Вот это интеграха. Так, что еще? «Союзмультфильм» выпустил трейлер ремейка советского мультфильма «Ну погоди». И премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Опко» в декабре. Обновленный мультфильм нерисованный, сделанный с помощью компьютерной графики. Концептуальные изменения. «Волка» озвучивает не Анатолий Пафанов, понятно, а Гарик Харламов. Он больше не курит, не употребляет алкоголь и играет в видеоигры. Кроме того, там больше персонажей будет, трейлер на YouTube уже собрал несколько десятков тысяч дизлайков, а комментарии к нему просто отключили. Ну, то же самое было с ремейком «Простоквашен» в 2018 году. Тогда тоже все встретили ремейк прохладно. Я только не могу понять, YouTube же отключил дизлайки. Как можно было собрать несколько тысяч дизлайков, если они отключены? То есть создатели трейлера, это только в админке видно, то есть создатели трейлера зашли в админку и такие «Обана!» у нас дизлайки, давайте сделаем пресс-релиз. Так, выставка «Союзмультплакат», приуроченная к 85-летию «Союзмультфильмов» в Севкабеле открылась здесь, в Санкт-Петербурге. Посвящена она истории развития киностудии с 1936 года до наших дней и рассказывает вообще, как развивалась отечественная анимация. Можно будет увидеть фрагменты мультфильмов в студии, также киноплакаты. До 12 декабря успейте заглянуть. Ох, классная новость, про которую тоже хочу вам обязательно рассказать. На прошлой неделе Олег Нестеров представил свой новый проект, он называется «Три степени свободы. Музыка. Кино. СССР». Он посвящен киномузыке Шнитке, Шостакович, Прокофьев, Вайнберг, Гео Кончелли и Софии Губайдулина. Большая часть этой музыки никогда не издавалась. Оригинальные звуковые дорожки были найдены в архивах и на киностудиях. Этот проект включает в себя книгу, которая вышла в «Порядок слов», в издательстве «Порядок слов». Музыкальный сборник, который уже есть на стримингах, а в 1922 году будет на виниле. Он, надеюсь, что здесь он тоже поется в «Ошинг-машин». Совместный проект с киностудией «Линфильм» делает Олег Нестеров. И 21, 22, 23 декабря в первом павильоне «Линфильма» нас ждет концерт. По первой части этого проекта будет звучать музыка Альфреда Шнитке. Олег нам рассказывал про эту историю, про то, что он работает над проектом вместе с Антоном Яхантовым. Кстати говоря, Антон Яхантов саунд-дизайнер и композитор, который работает на новой сцене Александровинского театра. В том числе и делает фестиваль «Акусмониум», использует этот знаменитый инструмент «Акусмониум». Я предполагаю, что «Акусмониум» будет звучать и вот 21, 22, 23 декабря на «Линфильме». Запишите даты 21, 22, 23 и, конечно, все ссылки мы традиционно даем на проект в описании. В Российском этнографическом музее открылась выставка «Трансформация сырое приготовленное», которая базируется на опыте первой коми-биеннале современного искусства. Художники создали арт-объекты на основе впечатлений от северной природы. До 17 января можно будет выставку посетить. Еще одна история. Путешествие во времени старые мастера в музее-усадьбе Державина со 2 декабря покажут 46 произведений живописи и графики старых мастеров. Рембрандт, Дюрер, Питер де Хог, Франческо Марандини, «Итальянское возрождение». Обратите на это внимание. До 31 мая. Время есть. Вот еще о чем я вам хотел рассказать. На канале Арте Концерт, я как-то про него уже рассказывал, вышел концерт Стинга в Пантеоне в Париже. Ну, то есть это церковь Святой Женевьевы. Как вы помните, та самая, в которой летает маятник Фуко. Стинг выступает там вместе со своими музыкантами в честь 50-летия французской радиостанции FIP. Я не знаю, никогда не слушал французскую радиостанцию FIP, но, видимо, крутая станция, раз в честь нее играет Стинг. Посмотрите на этот концерт. Очень красивые хиты, недолгие, мне кажется, полчаса. И отдельно завораживает пролетающий за Стингом маятник Фуко. То есть я когда у Умберта Эка про это читал, я никогда не был в Пантеоне, но когда я читал у Умберта Эка про это, я не думал, что это так выглядит. Вот теперь знаю. Кроме того, сериал, который хотел бы я вам посоветовать, если вы пропустили, это Politician или Политик. Первый сезон, вы помните, дело происходит, если вы не смотрели, а если смотрели, то знаете, в школе, где юный выпускник пытается стать президентом школы, Гвинет Пелтруй играет его маму, и там высмеиваются в этом сериале взаимоотношения в такой школьной предвыборной кампании, как он пытается пойти по головам и стать победителем. Так сказать, во время предвыборной кампании все средства хороши. Второй сезон, дело еще круче, потому что все происходит уже в Нью-Йорке, герои немножко повзрослели, и здесь высмеивается примерно все то, о чем мы говорили раньше, потому что все отношения, которые мы видим, связанные с помощью меньшинством, ЛГБТ-повесткой, отношение к коренному населению Соединенных Штатов Америки, то есть индейцам, все это используется в предвыборной борьбе предельно цинично. Ну, посмотрите, местами прямо очень хорошо. Главную роль играет Бен Платт, Бен Платт американский актер, который классно еще и поет, к тому же. И, например, для первого сезона он исполнял песню «Вена» Билли Джоэла, и, честно говоря, мне даже показалось, что лучше самого Билли Джоэла. Еще одна история на этой неделе, вернее уже на прошлой неделе, Борису Борисовичу Гребенщикову исполнилось 68 лет. Мы поздравляем Бориса Борисовича. И я стал смотреть какой-нибудь концерт, найти вам, посоветовать Гребенщикова в сети в хорошем качестве, понял, что никакого свежего концерта нету, а первый канал вообще, представляете, в день юбилея Гребенщикова показывал запись 2013 года. Я, честно говоря, не могу в это поверить. Как так можно? Ну, неужели нельзя было с 2013 года снять нормальный концерт БГ? Ребята, ну, камон. Ну, я не к первому конкретно, а вообще ко всем телевизионным каналам. Ну, вы чего? Это же Борис Борисович Гребенщиков. Ну, как же так? Не понимаю вас, если честно. Самое свежее в приличном качестве, что я нашел, это «Аквариум-концерт среди картин» 8 декабря 2020 года. Ссылку даем в описании. Гляньте. Ну, или посмотрите клип «Масала Доса» Сергея Дебежева. Вот и фрагменты его сейчас здесь крутятся. Или «Пошел вон в Вавилон». Вы что, не видели этой работы? Это прямо, мне кажется, супер история. Там появляются штурмовики, как Р2Д2 разговаривает. И напоследок, в Александринском театре. 3, 4 и 5 декабря на исторической сцене премьера спектакля в постановке Атилы Веднянского «Процесс» по роману Франца Кавки. Очень мощная работа. Иван Трус в главной роли. И здесь я вас направляю на YouTube Александринки, потому что там мои коллеги сделали большое интервью с Атилой Веднянским в преддверии премьеры, где он рассказывает о происходящем. А также мы сняли встречу Атилы Веднянского и Ивана Труса перед премьерой. Посмотрите, пожалуйста, и приглашаем вас в Александринский театр. Кстати говоря, вы помните, я вам рассказывал про розыгрыш, и сейчас мы этот розыгрыш проведем. На той неделе я анонсировал концерт Оркестра «Оптимистика» на новой сцене Александринки 19 декабря. Я лично, внимание, не пользуюсь служебным положением, хотя мог бы. Купил два билета на этот концерт и готов вам эти два билета подарить. Каким образом? Супер! Просто в комментариях к этому ролику напишите «Хочу пойти на «Оптимистику»» ну или что-нибудь. Просто напишите, что вы хотите. Дальше мы методом случайных этих генераторов как-нибудь все прогенерируем, и в следующий раз я кому-нибудь два билета вручу. Если вы хотите 19 числа в Петербурге отправиться на концерт Оркестра «Оптимистика». И традиционно про виниловую пластинку рассказываю вам. У меня здесь сегодня то, что максимально контрастирует с Петербургом в эти декабрьско-ноябрьские дни, это пластинка сладкоголосого дуэта из Норвегии. Она называется «Kings of Convenience» «Declaration of Dependence». Очень милые песни под гитару. Некоторые называют их современным вариантом Саймона и Гарфанкеля. Я называю их просто группой, которую можно слушать как раз вот в такую снежную погоду. Садитесь у себя дома, заваривайте чай, наливайте, если хотите, что-нибудь покрепче, глёк какой-нибудь, и запускайте «Kings of Convenience». Пусть вас пальмы не смущают, там все вполне подходит к сегодняшнему пейзажу. Ну вот, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Ход культур». Там мы в ежедневном формате бомбим всякие новости про культуру. И, конечно, участвуйте в розыгрыше, про которое я вам только что рассказал. Ну вот, собственно, и всё. Пока!